итак продолжим построение нашего столика вначале проверим то что мы настроили на предыдущем занятие так идем на вид сверху у нас берем сетку у нас один элемент спрятан эта столешница и здесь у нас просто многоугольник и 6 ног вот мы сейчас проверим так ли это а так вот у нас многоугольник и получается 1 это у нас сама столешница получается у нас 7 ног значит соответственно у нас построена одна лишняя а вот какая сейчас мы проверим вот выделим одну ножку посмотрим выделилась 5 окей начинали строить мы вот с этой ноги и мы выделяем и видим что выделил сразу две вторая и восьмая значит соответственно мы делали 6 и прибавилось еще 677 ног получилось первые последние совпадают ну для того чтобы это исправить выделяем вот только одну ногу окей выделение сделали так звенем для проформы вот у нас получается лишняя нога нажимаем delete и все это исправляется так следующее что нам нужно нам нужно вернуть нашу спрятываем возвращаем все так она у нас стоит не на месте мы ее соответственно поднимем и поставим на ее законное место вместе с прямоугольником получается на стол так вот она да так еще что у нас ноги не соответствует со столешницей мы повернем ну проще всего столешницу повернуть привязка у нас включена и поворачиваем на те же самые 30 градусов 30 градусов окей вот таким то образом у нас стали ноги так сейчас нам нужно сделать царгу а для этого можно создать новый многоугольник можно использовать вот этот многоугольник по которому мы строили выставляли ножки единственное что мы изменим радиус сделаем его поменьше вот так наверное так далее превращаем его в редактируемый сплайн на уровень сплайнов выходим так берем outline команду и смещаем ну на толщину царги так и сразу же берем команду extrude и выдавливаем так у нас верхний элемент 60 миллиметров значит можно выдавить ну для начала на 50 миллиметров окей так он у нас не совсем на месте получился мы его просто опускаем на свое законное место так и пока мы здесь находимся мы превращаем полигоны редактируемые выходим на грани выделяем нижнюю грань так все наши нижние элементы и берем команду chamfer так ну наверное 1 миллиметр это мало сделаем 2 миллиметра окей так сняли фасочку и вот мы получили наш верхний верхний элемент царги ну вот сверху у нас где-то все закончено для того чтобы продолжить основание строить мы можем немного схитрить и сделать таким образом то есть выделить столешницу и скопировать ее с шифтом и поставить на нее так наш столик но она слишком большая поэтому берем и масштабируем ее так вот ну до профиля где-то вот таким вот образом масштабируем до профиля вот так вот далее что нам можно можно также взять нашу царгу и ее точно так же скопировать так только но здесь фасочка уже снята мы просто возьмем мы зеркально отобразим по оси у с копией окей и опустим сюда чтобы у нас фасочка не была с нужной стороны так теперь берем на уровень вертексов выходим и сделаем немножко другую толщину вот таким вот образом так вот это мы сделали наше основание так далее что нам нужно сделать нам нужно сделать сами ножки под этим основанием для этого нам придется построить все равно еще один многоугольник точно так же с клавиатуры вводим чтобы у нас был он по центру и для начала делаем 200 его крядь создать так сразу же поворачиваем его на 30 градусов чтобы у нас нормально был так и начинаем менять так у нас он не 200 будет а больше вот нам нужно сделать чуть чуть вот так вот поменьше чем наше нижнее основание так теперь мы превращаем это в сплайн редактируемый выходим на уровень сплайна оутлайн и делаем толщину так же так сделали следующее что нам экстрад нужно и выдавим не на 50 50 наверное будет много выдавим на 30 миллиметров окей сразу опустим на родное его место так ну где-то принципе как бы нормально получилось так вот таким вот образом она встанет так вот такие вот такое основание вот такие ноги но единственное что минус они немножко смотрится глухими для того чтобы сделать вырезы там возьмем так 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 усложненные мотивы и chamfer box наверное команду chamfer box и делаем пока так условно вот таким вот образом так далее что нам нужно установить его по центрам так вот выравниваем центр здесь центр здесь ну а по высоте нас не особо это интересует центр так далее что нам нужно повернуть его также на 30 градусов вот он у нас встал так сейчас нам нужно изменить его немножко параметры так он у нас так 196 это много значит мы берем уменьшаем его до того до такой вот степени так следующее что у нас так мы его опускаем на нужное место вот таким вот образом у нас у нас встанет он для того чтобы нам все остальные выбрать берем поворот включенный у нас привязочка и с шифтом начинаем вращать так 60 градусов окей и добавляем еще два элемента так все раз конвертируем в полигоны берем attach и присоединяем все три наши элемента собираем в один дальше выходим на составные элементы так берем команду буллин берем из операнта b вычитаем оперант а и назначаем наш оперант b так получаем выбираем но у нас здесь остались плоскости непонятно но иногда бывает с булевыми операциями так для этого сейчас мы конвертируем в полигоны так полигоны вот эти вот выбираем и просто тупо удаляем их так так мы зря вышли так берем грани переходим сюда и убираем вот эти синие нижние грани и снимем фасочку будем обращать внимание то что внизу у нас выделенный chamfer возьмем здесь даже двоечку наверное таким вот образом ну вот мы получили где-то вот такой вот столик на этом этапе следующий этап это выбор материала и визуализация подачи визуализация подачи а м Продолжение следует...